Девушки, какие намёки парни никогда не поймут? Обычно девушки задают вопросы и стараются побольше поговорить, делают комплименты внешнему виду, много смеются и улыбаются в присутствии парня, который им нравится. Многие девушки назовут следующие причины. Касание рук, закручивание волос, долго смотреть на его губы и говорить, что у тебя нет планов на субботний вечер. Я собираюсь быть тем человеком, который скажет, что если это ваш способ намекать, то почти любой парень имеет право не понять ваш намек. Прикосновения к рукам, может быть, ещё поймут, но закручивание волос это всего лишь рассеянное занятие, которое люди делают весь день, точно как и постукивание ногой. А смотреть на губы это обычное нормальное явление в разговоре. И отсутствие планов, это странно выставлять за намек. Я имею ввиду, что это статус по умолчанию для почти всех людей, пока они не запланируют что-нибудь. То, что у девушки повышается тон голоса, когда она рядом с тем, кто ей нравится. И то, что её язык, то и дело заплетается, и она не может нормально выражать свои мысли. Я бы сказала, что к этому списку следует добавить частые зрительные контакты и покраснения. Всё это признаки влечения, но не обязательно что-то большее. Лично моё мнение, если вы действительно нравитесь девушке, она сделает знакомство с вами своим приоритетом и найдёт способы проводить с вами время, как бы то ни было. Когда я впервые встретила своего мужа, мы работали вместе. И наш менеджер очень ясно дал мне понять, что он ей нравится. В основном она пыталась сказать мне, чтобы я отвалила от него и отдала его ей. Поэтому мне было неудобно напрямую приглашать его на свидание. Вместо этого я при каждой возможности расспрашивал его о нём, потому что искренне хотела узнать о нём больше. Я старалась всегда обедать с ним, даже если у меня были другие друзья, которые хотели пообедать со мной. Я даже спросила его, встречается ли он с кем-то и серьёзно ли это. И поделилась тем, что тоже ни с кем не встречаюсь. Однако и этого намёка было недостаточно. Он не шёл мне на встречу, пока я не ушла. После шести месяцев болезненного напряжения, и мы, вероятно, вообще перестали видеться без работы. Думаю, он решил, что ему было нечего терять. Ты сегодня занят? Это нормально, лучше и яснее, чем большинство других ответов здесь. Это заявленное намерение провести время с парнем, а не просто попытка поддержать диалог. Что может означать, что женщина просто милая и дружелюбная. Мне, как парню, девушка однажды сказала, что я её самый любимый человек в мире. И что она хотела бы, чтобы она могла клонировать меня, чтобы было больше таких людей, как я. Я попытался пригласить её на свидание потом, но получил отказ. Как парень, я говорю от имени всех нас. Когда говорю, я думал, что ты просто вежливая. Вот совет для девушек. Найдите мужчину, который вам нравится, и пригласите его на свидание. Это работает в одиннадцати случаях из десяти. И так мы почувствуем, что кто-то любит нас и нуждается в нас. Одна моя знакомая девушка знала, что я влюблён в неё. Однажды я был болен, учился, не выходя из постели. Она буквально зашла в мою комнату, закрыла дверь, заперла её на замок, воскликнула, здесь так жарко, сняла рубашку и осталась в одном лифчике. Она игриво запрыгнула на мою постель. Я был совершенно застигнут врасплох и просто захотел её поцеловать. Но нет, она отстранилась, извинилась и сказала, ты мне не нравишься, блин, словами не описать, как я, чёрт возьми, был запутан до конца колледжа из-за того, что не знал, интересен я девушке или нет. Все девушки разные. Да, есть универсальные признаки, но я знаю девушек, которые рассеянно закручивают волосы, думая обо всяком, когда они ведут разговоры, требующие размышлений, а некоторые парни думают, что они флиртуют, но это не так. В общем, вообще все люди разные, когда дело касается пространственного осознания. Я знаю некоторые девушек, которые трогают руки ради флирта, но некоторые девушки выросли только с братьями, поэтому телесные контакты для них это обуденное дело, а не кокетливость. А некоторым девушкам вообще не нравится прикасаться к другим, поэтому не расстраивайтесь, если вы думаете, что она флиртует, но никогда не касается ваших рук. Лично у меня проблемы с тем, чтобы смотреть людям в глаза, а я обычно смотрю на их губы. Так что зрительный контакт означает, что вы либо друг, с которым мне комфортно, либо человек, который мне интересен. Тем, кем вы ей приходитесь, также является важным фактором. Если вы коллега, посмотрите, как она взаимодействует с другими коллегами, чтобы понять, обращаются ли с вами по-особенному, или может быть это та тема, о которой вы говорите. Люди обычно загораются, когда говорят о том, что им нравится. Много раз мы с другом час или два говорили о растениях или животных, а моя семья или друзья спрашивали, с кем я говорю, и подмигивали, когда у меня вообще не было чувства влечения к этому человеку. Я просто безумно люблю растения и животных. Я никогда не была любительницей тонких намеков. Мне всегда нравилось заводить разговор с парнем, и у меня никогда не было проблем с тем, чтобы пригласить парня на свидание, если я захочу. Я все еще свободна. Шок. Я помню, что у моего старшего брата была девушка, которая любила тонкие намеки и все такое загадочное дерьмо. В какой-то момент он вышел из себя и крикнул ей. Тонкие намеки не работают. Очевидные намеки не работают. Просто скажи прямо. Я проводила время с одним парнем, который мне нравился. Каждую ночь мы разговаривали, смеяли, шутили и просто веселились обычно до 4 утра. Я засыпала на его кровати, обнимала его, пока мы смотрели телевизор и наклонялась ближе каждый раз, когда мы встречались лицом к лицу. Это продолжалось несколько месяцев, прежде чем он наконец понял мои намеки, и теперь наконец он мой парень. Когда я спросил его о том, как он не замечал, что я испытываю к нему симпатию, он, по-видимому, искренне подумал, что все девушки так поступают со своими платоническими друзьями. Поэтому он не был уверен, действительно ли он мне нравится. У меня была девушка, которая вела себя странно по отношению ко мне. И когда я пригласил ее на свидание, она сказала, что она не интересуется мной таким образом. Еще одна девушка также делала вещи, которые действительно напоминали мне флирт. Но опять же, ответила, что не интересовалась мной. Знаете, иногда очень трудно сказать, что кто-то просто пытается вести себя мило или действительно заинтересован. Если сейчас я нравлюсь одной девушке, ей, вероятно, придется прямо сказать мне или просто поцеловать меня или что-то в этом роде. Даже тогда у меня все еще могут быть сомнения. Я думаю, люди настолько разные, что-то, что одни девушки считают флиртом, другие считают нормальным делом. У меня есть очень близкая подруга, которая встречается с одним из моих лучших друзей. Мы с ней часто тусуемся или делаем что-то в одиночестве. Она очень крепко меня обнимает и даже иногда целует в щеки. Но я знаю на 100%, что это только потому, что она очень ценит меня как друга. И я, конечно же, тоже ценю ее. И это ее способ показать, как много я для нее значу как друг. Все это можно легко интерпретировать как флирт. Но в целом она очень ласковый и любящий человек. Дело в том, что все люди разные. И я думаю, парни боятся интерпретировать то, что можно рассматривать как флирт. Потому что это вполне может быть просто тем, как девушки ведут себя с друзьями. Или просто признаками того, что девушка пытается потолкнуть парня к действиям. Это, наверное, относится и к девушкам. Я полагаю, это обычное дело человека. Иногда людей вообще трудно понять. Объятия, прикосновения, комплименты и сообщения, массаж, глубокие личные разговоры, приставания к нему, фразы по типу «Почему мы никогда не делаем что-то только вдвоем?». Буквально упоминание, как из него получится идеальный парень. Если ничего из этого не сработает, я не знаю, что я с ним сделаю. Я. Я люблю тебя, и я действительно хочу сходить с тобой куда-нибудь. Он. Ой, я тоже тебя люблю, ты моя лучшая подруга. Пойдем в боулинг на следующих выходных. Я приглашу с нами ребят. Я. Внутренний фейспалм. Я такая же утонченная, как бык в посудной лавке. Я всегда шутила со своим мужем. Я более мужественна вообще ни, чем он. Потому что не играю в интеллектуальные игры. Я думаю то, что говорю, и говорю то, что думаю. Обычно путаницы у нас с ним не возникает. Но однажды, когда мы только начали встречаться, я была в квартире мужа, когда мы собирались на свидание в один из первых разов. Я сказала, о, у тебя волосы на груди. Я даже пальцами пробежалась по ним. Мне понравилось, но он подумал, что это был намек на то, что ему стоило побрить грудь. На следующий день он переодевался, чтобы выйти. Я увидела, что его грудь покрыта красными царапинами и припухлостями. И спросила, что случилось. Он упомянул мой комментарий о волосах на груди. И сказал, как он понял намек и сбрил их тем утром. Я испугалась и сказала, что не намекала на то, что он должен побриться. Я сказала ему, что поскольку я выросла в Европе, я ценю более естественную эстетику тела. И мне нравятся волосы на его груди. Я думала, что это было супер привлекательно. С того дня, более 13 лет назад, он ни разу не брил грудь. Некоторое время он флиртовал со мной. Его интерес казался реальным. Итак, я попыталась сместить флирт с текстовых сообщений на прогулке. Он же не торопился понимать мои намеки. Это было примерно так. Он рассказывает мне, как весело ему было что-то делать. Я. О, это звучит весело. Он рассказывает мне все об этом. Я. Надо будет попробовать. Он. Да, тебе понравится. Я. О, ты собираешься вернуться туда? Он. Да, определенно. Я. В ближайшее время? Он. Пока нет планов, но туда определенно стоит вернуться. Я. Хорошо, я собираюсь принять твое предложение и попробовать сходить туда в эту субботу. Он. Отлично, тебе это понравится. Я. Можешь присоединиться ко мне, если хочешь. Он. Ого, да, круто, спасибо. Я про себя. Возможно, здесь будет больше работы, чем оно того стоит. Я про себя потом. Оно определенно того стоило. Ну а на этом видео заканчивается. Если видосик тебе понравился, обязательно ставь лайк и подписывайся на канал. Я редко прошу вас набрать определенное количество лайков, и поэтому давайте начнем с малого. И попробуем набрать одну тысячу лайков. Всего-то одну тысячу лайков. Я знаю, вы можете. Также, если хотите, можете нажать на колокольчик, чтобы не пропускать выход следующих роликов. И спасибо каждому, кто оставляет комментарии. Всех крепко обнимаю. Ну и, как обычно, ссылку на телеграм-канал и чат вы найдете в описании. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok